Ангелы предвидели для вас сегодня важное сообщение, предупреждение о том, что, возможно, в момент эмоционального порыва вы упустили что-то действительно важное. В настоящее время кто-то может быть далеко, погруженный в свои мысли, сталкиваясь с загадочной силой, которая бросает вызов. Он уводится за пределы обыденного, входя в духовную область. Постепенно он начинает осознавать невидимое, традиционным или нетрадиционным способом. Независимо от того, находитесь ли вы в контакте, это сообщение является ключом, который откроет двери в глубины его внутреннего мира, освещая духовное измерение, которое объединяет вас. Он смотрит далеко за то, что сразу видно, трансцендируя простую внешность вещей и осознавая глубокие и невидимые энергии, которые связывают их. С острым взглядом он учится различать между чистой энергией и физическим присутствием, которое вы разделяете. Он погружается в духовную суть, которая не только окружает, но и истинно определяет любовную связь между вами. В этот ключевой момент он отважно отправляется в царство невидимого, пространство, где божественные духовные силы существуют не просто, но и оказывают ощутимое и мощное воздействие. Это нетривиальный опыт, он интенсивен и трансформационен. Он формирует его способы, которые он никогда не ожидал. Его желание понять его не ограничивается поверхностным знанием. Он стремится понять, кто вы есть в сущности. Это стремление к пониманию является истинным духовным путешествием, где он ведется силами, превосходящими обычное человеческое понимание. На этом пути он не просто наблюдатель. Он активно исследует суть того, что их объединяет, стремясь понять, как эта сущность влияет как на его мысли, так и на его поступки. Если вы чувствуете, что он энергетически притягивает вас в данный момент, это указывает на то, что между вами происходит нечто исключительно особенное. Есть аспекты в нем, которые выходят за пределы видимого, элементы, превышающие его физическую внешность, которые он стремится исследовать в глубину. В настоящее время он смело погружается в глубины неизвестного, сталкиваясь с интенсивным и трансформационным духовным путешествием. Этот опыт выявляет скрытые аспекты вашей связи, подчеркивая уникальную энергию, которую вы разделяете, и способ, которым это влияет на ваши мысли и действия. Это решающий момент, потому что сообщение, которое он получает, не общее, а невероятно конкретное и детализированное, сосредоточенное на тонкостях, которые составляют связь между вами. Если вы ощущаете, эту энергетическую привлекательность со стороны него, важно признать, что это не случайно. За этим стоит значительная причина, глубокий смысл, который раскрывается. Он посвящает себя ее пониманию на глубоком уровне, изучая ее нюансы с вниманием, которое может быть вдохновлено только более высокими силами. Это погружение в глубины его сущности руководится чем-то, превышающим обычное человеческое понимание. Если бы он пытался сделать это самостоятельно, без указания этих высших сил, вероятно, его восприятие стало бы туманным, и важные детали о вас могли бы быть непреднамеренно упущены. В этом процессе он получает откровения, которые не только разъясняют, но и углубляют историю вашей любви. Эти откровения нетривиальны, они несут духовный вес, отражая божественную и предназначенную природу вашей связи. Таким образом, если вы чувствуете эту сильную связь и энергетическое притяжение сейчас-с, большей остротой, это признак того, что вы находитесь в середине глубокого духовного процесса. Он исследует и открывает слои вашей связи, которые являются ключевыми для будущего обоих. Это не просто временное явление, а важная точка трансформации, которая может определить траекторию вашей любви, руководимая мудростью, которая трансцендирует обыденное и проникает в ядро истинной духовной связи. Он подходит к ситуации с замечательной тщательностью и осторожностью, как если бы его вело трансцендентальная сила, возможно, даже божественная. Он находится в пути самопознания и глубокого размышления, сталкиваясь с эмоциями и мыслями, которые раскрывают внутреннюю сложность, невидимую невооруженным глазом. Если бы он был полностью открыт с вами, он бы признал, что серьезно размышлял о том, чтобы отдалиться от этой связи в моменты интенсивной интроспекции. По своей природе он скрытен, позволяя только избранным людям в своем ближайшем кругу, и только когда он чувствует, что каждый из них выполнил определенную роль в его жизни. Это не из-за небрежности или злобы, что он выбирает поддерживать большинство на расстоянии, а скорее из меры самосохранения и способа сохранить ясность в своем личном пространстве. Однако его отношения с вами явно отличаются. Недавно он пережил интенсивный духовный процесс, во время которого начал различать и отделять свои энергии от энергий других людей в своей жизни. И в этом процессе развлечения он обнаружил что-то неоспоримо особенное в вас, что-то настолько существенное и глубокое, что стало невозможно проигнорировать или оставить позади. Это открытие является источником мощной энергии, которая не только увлекает его, но и укрепляет связь между вами, связь взаимности и глубокой эмоциональной глубины, которая является редкой и драгоценной. Вероятно, вы тоже ощущаете этот магнетизм, чувствуя к нему сильную привязанность, превосходящую поверхностные удобства. Как и он, вы не терпите сохранять то, что не обогащает вашу жизнь, но признаете, что он – исключение. Ваши отношения – это пересечение слабостей, превращающихся в силы, уникальная динамика, где уязвимости одного укрепляют другого. Это не только поддерживает отношения, но и подчеркивает то, что, вопреки всему, любовь между вами победила. Энергия, которую вы делитесь между собой, была американской горкой интенсивных высот и глубоких связей, которые значительно способствовали укреплению интимной связи между вами обоими. Вы пережили моменты живой энергии, когда гармония казалась неразрушимой, моменты, которые сформировали интимность и взаимопонимание способом, редко встречающимся и ценным. Тем не менее, как и в любых глубоко чувственных отношениях, были времена, когда, без очевидной причины и без какого-либо вредного намерения, свет этой связи казался угасать, оставляя временную пустоту между вами. Эти моменты не являются результатом ошибок или небрежности, а скорее отражают экстраординарную чувствительность связи, которую вы разделяете. Эта чувствительность делает отношения более подверженными эмоциональным и энергетическим флуктуациям. Тем не менее, важно понимать, что эти перерывы являются частью более крупного процесса, божественного плана, который действует на уровне, который не всегда немедленно понятен вам. Есть более высокий порядок и назначенное время для всего, что происходит, включая фазы временного удаления между вами. В этом контексте он иногда допускает ошибку, сравнивая то, что у вас есть, с прошлыми опытами. Это сравнение может затемнить истинную сущность того, что вы делитесь, потому что каждое отношение уникально и несет в себе свою собственную динамику и глубину. Это момент, когда божественное вмешательство становится необходимым, чтобы прояснить и направить. Бог действует, чтобы прояснить ваше видение, показывая, что то, что есть между вами, не похоже ни на один из ваших предыдущих опытов. Эта необычайная связь, которую вы делитесь, превосходит все обычные формы измерения, проявляясь глубоко значимым и могучим образом. Он хочет, чтобы вы понимали, что переживаете эти моменты эмоциональной интенсивности, особенно когда находитесь в разлуке. Это желание видеть вас во время периодов удаления свидетельствует о глубине связи, которая объединяет вас. В такие моменты кажется, что вмешивается более высокая сила, направляя вас по разным путям, не для того, чтобы отталкивать вас, а чтобы позволить индивидуальный рост, который в конечном итоге укрепляет узы, которые вы имеете. Более того, в взаимном взгляде между вами есть особая магия. Он признает, что простой акт взгляда в ваши глаза – одно из тех вещей, которые больше всего его привлекают. Этот визуальный контакт – это не только поверхностный обмен, это окно в душу, способ общения, который превосходит слова и жесты. Вы выделяетесь для него не только поверхностно, но и на глубоком и интуитивном уровне. Он замечает в вас что-то, что редко встречается у других, что привлекает и захватывает его неизгладимым образом. Его ведет, почти заставляет, поглубже исследовать сущность вашей связи. Есть божественное руководство, которое подталкивает его видеть жизнь и любовь шире, более духовно. Этот взгляд важен, потому что именно через эту призму любви он может принимать четкие и окончательные решения, которые гармонируют с божественным планом, предназначенным для вас. Этот способ видения не только проясняет путь вперед, но и укрепляет его позицию рядом с вами, обеспечивая, что сделанные выборы будут не только мудрыми, но и глубоко соответствующими тому, что небеса предназначили для вас. Эта реальность, которую вы делитесь, является ярким проявлением того, что ваша связь предназначена превзойти обычные уровни отношений. С самого начала более высокая сила активно вовлечена в направление и формирование этого союза, доказательство того, что вы оба были предопределены найти друг в друге что-то намного более значимое и глубокое, чем позволяют средние отношения. Эта связь, которую вы имеете, превосходит поверхностность, касаясь сущности того, кто вы действительно есть, что весь мир, кажется, сговаривается поддерживать истиной и любовью, даже в тех ситуациях, когда полнота этой истины еще не полностью осознана вами. Этот человек вошел в вашу жизнь не случайно, а как часть большего замысла. Прежде чем встретиться, вы оба пережили отношения с людьми, которые не смогли понять сложности и глубины того, кто вы на самом деле. Эти прошлые опыты, хотя и менее идеальные, отражали и формировали то, как каждый из вас воспринимает и взаимодействует с любовью и межличностными отношениями. Сейчас он вовлечен в вызывающий, но крайне необходимый процесс пересмотра и, в конечном итоге, отказа от многих предвзятых убеждений, которые он принес из своих предыдущих опытов. Он радикально меняет свой взгляд на вас и взаимодействие с вами, двигаемый возникающим пониманием того, что между вами есть что-то уникальное и глубоко взаимное. Эта общая энергия, эта равноценность энергии не является поверхностной или временной. Это что-то, что вложено в глубины ваших душ, эхо древнего призыва, который теперь находит отклик в присутствии друг друга. На протяжении своих собственных путешествий вы встречали множество людей, каждый из которых имел свои собственные энергии и способности к связи. Однако многие из этих взаимодействий не смогли поддержать глубину и интенсивность, которые каждый из вас естественно излучает. Эти предыдущие связи не смогли понять или выдержать яркую и динамичную силу, которую вы оба обладаете. Но сейчас, в этом человеке, вы нашли кого-то, кто не только выдерживает, но и процветает в ответ на вашу энергию во всех возможных аспектах – физическом, умственном, эмоциональном и сексуальном. Бывали времена, когда интенсивность его энергии была неправильно понята другими, воспринята как что-то, чем она не была, или просто слишком сложна для кого-то. Но вы, со своим восприятием и пониманием, смогли увидеть за непонятными поверхностями. Вы понимаете, что он действительно пытается передать, и понимаете его тонкости на всех уровнях. Эта способность к взаимопониманию редка и цена, значительно укрепляя связь, которую вы делитесь. Когда вы вместе, создается осязаемая динамика, даже заметная для тех, кто вас окружает. В том, как ваши энергии сочетаются и переплетаются, есть нечто чрезвычайно мощное, создающее ауру, которая одновременно обволакивает и вдохновляет. Эта синергия, исходящая от вас, не только положительно влияет на окружающую среду, но и предвещает более крупные и более положительные изменения, которые на подходе. В настоящее время оба начинаете получать ясные и неоспоримые сигналы о том, что в вашем общем будущем есть обещания улучшений и продвижений. Когда вы встретились, возможно, оба переживали значительный период перехода в своей жизни, момент, когда старые реальности подвергались сомнению и начинали появляться новые возможности. В этом контексте изменений встреча друг друга была как пробуждение к новой реальности, открывшей двери в измерения существования, которые до этого казались недоступными. Эта встреча не была случайным стечением обстоятельств, но, кажется, была оркестрирована более высокой силой, той, которая твердо желает, чтобы вы оба признали, что заслуживаете кого-то, кто способен понять и гармонизировать с сложностью ваших энергий и сущностей, будь то на духовном, умственном или эмоциональном уровне. Это взаимопонимание может быть ключом, объясняющим особую и интенсивную связь, которую вы испытываете, чувство, что между вами есть неявное соглашение о том, как вы взаимодействуете и обращаетесь друг с другом. Это невербальное понимание глубоко свято и крайне важно, чтобы его воспринимали с той же чувствительностью и уважением, которые он заслуживает. Он может и не выразил эти чувства прямо, но это то, что он чувствует глубоко в своем сердце. У него непоколебимая убежденность в том, что вы не должны довольствоваться меньшим, чем заслуживаете. По его мнению, вы заслуживаете человека, который не только справляется, но и ценит и празднует все грани вашего существа. Он убежден, что вы заслуживаете кого-то, кто способен встретить и обнять интенсивность вашей энергии, кого-то, кто понимает глубину и уникальность связи, которой вы делитесь. Связь, которую вы делитесь, выходит за рамки обыденного, поднимаясь на уровень божественного. Это не что-то, что можно легко количественно измерить или объяснить традиционными метриками. Магнетизм, который притягивает вас друг к другу, происходит по очень конкретной причине, укорененной в взаимопонимании и взаимном признании ваших истинных сущностей. Прежде чем вы встретили друг друга, вы оба пережили отношения с людьми, которые, несмотря на их лучшее намерение, не смогли проникнуть в глубину того, кем вы действительно являетесь. Эти прошлые опыты, хотя и формирующие, не отражали полноту того, что каждый из вас нуждался или заслуживал. Этот человек, с которым вы сейчас разделяете такую особенную связь, осознанно отдаляется от своего прошлого, чтобы построить что-то совершенно новое и оживляющее рядом с вами. Он осознанно создает пространство в своей жизни для этой новой связи, вдохновленной уверенностью, что вы уникально отличаетесь от всего, что он когда-либо знал. Любовь, которая возникает между вами, имеет глубокую духовную и значимую природу, это тот вид любви, который обогащает душу и придает новый смысл существованию. Он замечает в вас что-то поистине уникальное, качество, которым никто другой не обладает. Это восприятие ведет его отбросить прошлое и его следы, открывая путь к светлому будущему рядом с вами. Он стремится продвигаться вперед, движимый глубоким и неотразимым импульсом исследовать глубины того, что может быть между вами. Этот рассказ – это не просто описание чувств, это прямое выражение его сердца, раскрывающее, как он переживает связь, которую вы имеете, и интенсивность любви, которую он чувствует к вам. Существует неотразимое чувство, что более высокая сила активно формирует и направляет особые отношения, которые вы разделяете, ведя вас к совместному пребыванию, независимо от вызовов и трудностей, с которыми вы можете столкнуться. Эта сила кажется имеющая ясную цель для обоих, предназначение, которое выходит за рамки обыденного и входит в область необычного. Связь между вами имеет редкую природу, превосходя стандартные меры и ожидания, которые часто ограничивают более поверхностные отношения. Это, безусловно, подлинная и глубокая любовь, сущность которой так мощна, как чиста. В этом совместном пути крайне важно помнить, что все, что происходит в вашей жизни, происходит по определенной причине. Вселенная не действует случайно, наоборот, в каждом событии, каждой встрече, каждой трудности, с которой вы сталкиваетесь вместе, есть порядок и цель. Хотя могут быть моменты, когда путь вперед кажется туманным или неопределенным, и причина за определенными опытами может быть неясной, крайне важно сохранить веру в процесс и направление, в котором вы направляетесь. Доверяйте любви, которую вы разделяете, потому что она – компас, который держит вас вместе и направляет, даже когда приливы жизни пытаются оттолкнуть вас. Эта любовь – не просто чувство, а активная сила, работающая на благо обоих, помогая преодолевать препятствия, исцелять раны и приводить к свету более глубокие истины о том, кем вы являетесь и что предназначены быть вместе. Поэтому обнимите этот процесс с открытыми сердцами и внимательными умами. Позвольте себе быть ведомыми этой высшей силой, зная, что каждый шаг, сделанный вместе, является частью более крупного плана, божественного чертежа, который готовит вас к еще более значимому и обогащающему союзу. Доверяя этой любви и этому руководству, вы найдете не только силу продолжать двигаться вперед, но и ясности видения, чтобы наслаждаться каждым аспектом этого необыкновенного пути, который вы проходите бок о бок. Помните, что этот общий путь – это благословение, дар, который должен быть оценен и ухаживать за каждым волокном вашего существа, потому что он действительно уникален и может научить вас гораздо большему, чем вы когда-либо могли себе представить о силе преобразующей любви. Если вы чувствуете, что это сообщение для вас, знайте, что это любовь, благословенная Богом. Утвердите для себя, я знаю, что впереди меня ждет будущее, полное мира и любви, и я добьюсь его, потому что заслуживаю и нахожусь в гармонии с Вселенной. Я верю, что буду наслаждаться этими моментами. Примите это сообщение и все благословение, которое оно несет. Давайте распространим положительность и доброту друг к другу, создавая вместе волны доброй энергии. Помните, что возможно видеть нашего двойника души. Эта душа может быть кем-то, кого мы уже встретили на своем пути или кто еще должен появиться. Нажмите на ссылку в описании, чтобы узнать больше о портрете нашей души-близнеца. Давайте подниматься вместе и создавать волны доброй энергии вместе. Будьте готовы к следующему важному сообщению, которое ждет вас в следующем видео. Пусть Бог и Вселенная продолжают освещать ваш путь миром, любовью и верой. Аминь.